Итак, мы видим финал весовой категории 66 килограммов, встречается в красном трико Тулгату Мурачир Монголия и Жамалов Розенбек Дагестан. Ну, теперь мы видим, что борец из Дагестана приехал в сборную Российской Федерации и выступает на нашем ковре. Монгольский спортсмен провел контратаку, захватив ноги, вытолкнул спортсмена за ковер и такое действие оценивается в один балл. Счет 1-0. Впереди монгольский спортсмен. Ну, вот видим, что ребята друг друга изучают, пытаются побороться в захвате. Вот Жамалов попытался перевести, провести прием-перевод. Я вот сейчас вот так, по идее, по борьбе посмотрел. Монгольский борец спокойно, он стоит, он, по-моему, даже как бы в такой ситуации, как будто он выше мастерством и он как бы стоит четко так, как бы уверенно. Вот Тумура Толга Ачир у него, расскажем его регалии, он является бронзовым призером чемпионата Монголии, также бронзовым призером Гран-при Дмитрия Коркина. Это является престижным турниром. В 2016 году он заявил бронзовую награду. Ну, и вот мы видим, что счет уже 2-1. 2-1, да. Жамалов, он такой хороший, такой перевод сделал. Хотел бросить его прогибом, называется суфлекс. Но монгольский борец, он выставил и вниз сразу начал прижиматься к ковру, и он отдал 2 балла. Ну, лучше отдать 2 балла, тем 4 балла. Не, ну, если бросок за красоту, можно и 5 пропустить баллов. Есть и 5-бальная шкала оценки. Ну, и вообще, вот, дагестанская школа борьбы является, наверное, одной из самых лучших в мире, да? Да. Не только российская школа, но и также зарубежные спортсмены знают, что есть такая республика Дагестан, и оттуда немало чемпионов мира, олимпийских чемпионов. Что вы можете, Юрий Александрович, также сказать про дагестанскую школу? Вот даже, как бы, статистику ввели, дагестанскую школу борьбы и осетинскую школу борьбы до Олимпийских игр 16-го года. Я даже знаю. Да, там, по-моему, определили равное количество только золотых медалей, 15, по 15 золотых медалей в обеих республиках. Ну, как бы, уже говорит о том, что за всю историю борьбы, там же есть двухкратный, трехкратный, однократный и чемпион. Вот. Провел бросок, красивый бросок, захватом за туловище. Ну, он называется, как, чеченовский прием в борьбе. И еще два балла зарабатывает Жамалов. Ну, очень хорошо захватил, да, вот, как бы и ногу там прихватил. И счет уже 8-1. Да, здесь, я думал, что здесь борьба будет такая серьезная. Равная. Равная, да. Но вот активизировался Жамалов, как говорится, проверочку сделал, и он вот сделал несколько эффективных бросков, и вот уже счет 8-1. И еще и держит на туше. Да, 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 на туше, вот он делает, да, вот уже показывает судья туше. Все, тушируем. И золотая медаль у нас уходит в республику Дагестан. Получается, уже два спортсмена, два золота завоевали дагестанские борцы, да? Жамалов, Россия, Дагестан. Мы поздравляем ребят с золотой медалью Жамалова и серебряной медалью Тулга Тимур Ачира. Ну и у нас еще осталось 74 килограмма, да? Мы уже подсчитываем, как бы, два сборника еще у нас осталось. 74, да? Закуев, по-моему, да, будет бороться. В финале борются Магомедов. Да, Магомедов Рустам и Циренов Буян, да. Ну, Цирен Буян, да, он такой перспективный наш спортсмен. Я думаю, интересная тоже борьба будет, как бы, да. И получается еще, опять же, Юра Власко, да, будет бороться. Ну, это два наших спортсмена будут бороться. Ну, примерно, по прогнозам, мы уже, как бы, да, как бы, у нас уже все правильно, потому что все члены сборной команды Российской Федерации завоевывают золотые медали. На третью ступень предостала приглашаются Рамазан Якубов, Красноярский край, Ачир Даржиев, Республика Бурятия. На вторую ступень предостала приглашается Тумур Ачир Тулга, Монголия. И на высшую ступень предостала приглашается Розамбек Жамалов, Республика Дагестан. Ачир Даржиев, Рамазан Якубов, Красноярский край, награждается бронзовыми медалями, дипломами третьей степени и денежными призами. Тулга Тумур Ачир, Монголия, награждается серебряной медалью, дипломом второй степени и денежным призом. И победитель Розамбек Жамалов, Республика Дагестан, награждается золотой медалью, дипломом первой степени и денежным призом. Именно в этой весовой категории до 68 килограммов блестал и сверкал член сборной команды Советского Союза Борис Будаев. И он вручает победителю специальный приз, специальный приз юбиляра Бориса Будаева. Приглашается тренер победителя Муса Сайдул Баталов, Республика Дагестан.